всем привет с вами кекс и сегодня я покажу как сделать вот такой цветок ириса все достаточно просто как и всегда у меня вот для начала сделаем такую продолговатую штучку из мастики это у нас будет основа для бутончика и проволочку вставляем слегка закрученную в конце чтобы потом у нас когда засохнет ничего не вылазило я чуть-чуть прижимаю поправляю форму и отправляю их сушиться им сушиться там нужно несколько часов чтобы она не выдвигает смотрите сделала я вот такую вот интересную штуку из желатиновой мастики я сделала самодельный такой мол можно сказать он твердый конечно но за не менее ничего можно сделать вот такую текстуру если вам как бы не нужно там что-то особенное мне нужны просто были такие бороздочки она мне конечно не закрывается потому что чуть-чуть сместилась верхушечка у меня вот если кому будет интересно расскажу как я это делала можете посмотреть в интернете таких довольно много всяких штучек вот берем мы с вами два вида мастики и вот так вот я вырезала из картона как это лепесточки два разных лепесточка вот то есть пожалуйста здесь никаких проблем я думаю не возникнет абсолютно я на глаз все сделала вот то есть пробуйте для начала я раскатаю мастику одна у меня вот такая от насыщенного фиолетового цвета я ее делала смешивая именно фиолетовый и немного синего туда добавила чтобы такой насыщенный цвет у меня получился нужно раскатать довольно тонко собственно как для любых лепесточков мы делаем будь то розу будь то что угодно чтобы реально было то нужно раскатать довольно тонко из них я вырезаю мне нужно будет три фиолетовых лепестка это будут нижние лепестки нашего ириса а верхние лепесточки я решила делать голубыми рис и бывают абсолютно разнообразные как с круглыми лепестками так и просто с длинными то есть их множественное количество поэтому даже если вы делаете не совсем похожий на то что вы стремились то знаете такой рис все таки может существовать на самом деле вот я сделала своих три нижних лепесточка для теперь мне нужно туда вставить проволочку в них я проволочку очень редко вставляю отдельно в мастику а потом приклеиваю если уж совсем не цепляется только так делаю а так обычно вот беру я в стаканчик макаю водичку и между пальцами аккуратненько просовываю внутрь туда и больше ничего не делаю если особенно мастика темная то ничего не видно ну потому что у меня просто темная проволока поэтому ничего не видно теперь я сделаю текстуры я просто беру мою вот эту вот крышечку верхнюю и к ней прижимаю можно взять к нижней можно взять к верхней без разницы там где текстура вам больше нравится у риса такая неоднозначная структура то есть это просто какие-то гробочки поэтому никакой проблемы и теперь мне нужно сделать такие валанчики я у меня вот отломалась моя штучка для таких рюшиков вот кругленькая вы можете чем угодно делать хоть то зубочисткой без разницы чем просто чуть-чуть волнистые такие это для нижних лепесточков поэтому лепесточек нужно согнуть вот так вот сушилки чтобы он у нас просох таким изогнутым немножко как бы наверх но я сейчас покажу я уже привыкла и почти все свои цветы все свои изгибы сушу на обратной стороне яичного лотка и вот так вот укладываю то есть мне нужно чтобы вот низ язычок такой у него был немножко загнутый то есть выставляю так как мне потом нужном виде у меня уже там сушатся вот это будут мои верхние лепестки их я ложила совершенно по-другому то есть я их ложила чтобы они мне просто вот так вот лежали и согнутые внутрь то есть одним наружу выгнутые одни внутрь согнуты вот теперь мне нужно сделать господи как маленькие вот такие вот штучки их я тоже просто прижала вырезала и положила сушиться вот так вот согнутым вот так вот и просто они у меня тоже просыхали то есть сделали три синих три маленьких фиолетовых и три больших фиолетов всех по три тут что-то я плохо присыпала крахмалом снизу и чуть-чуть меня к руке пристала руки горячие мастика сразу протекает это я хочу показать оборачиваете вы наш бутончик мы вначале его обернем вот таким вот обычным синим лепесточком я просто пальчиком видите водичкой увлажняю чтобы у нас все хорошо прилипло а потом еще сверху таким просто обычным уголочком зеленого обернула просто уже нет смысла одно и то же показывать просто беру и как одеялком заматываю здесь у меня просто чтобы никаких просветов не было пальчиком увлажнила где она у меня должно потом соединиться и делаю вот такой вот бутончик и задней стороны у меня будет зелененькое такое зажимаю снизу чуть-чуть поджимая там где у меня не должно ничего лишнего торчать и остаток тот что мне не нужно и я просто его стягиваю вниз вот он у меня остаток ушел я туда его просто сняла с проволоки получился такой бутончик сзади будет вот это зелененькое и тоже его отправляем сушиться а кстати вот посмотрите насколько тоненькие листочки то есть вообще очень аккуратно и сзади вот такие вот интересные у него текстура благодаря этому самодельному волну а вот следующее что я хочу сделать это я буду красить сахар для боже как это называется у цветка понятия не имею на нижних цветочках у них такие желтые пушочек у него такой желтый вот ну так как пушочек я не придумала как взять решила сделать это крашеным сахаром чуть чуть краситель и буквально одна капелька водички чтоб только раз творился краситель но особо жидкости не было просто слегка влажная и туда добавляю сахар у меня это мне достаточно будет буквально чуть-чуть вот в чайной ложке мне абсолютно и перемешиваю если у нас будет много воды сахар начнет растворяться а так если у нас воды совсем капелька то есть только краситель растворился то у нас покраситься сахар и не будет таять просто получился желтый сахар это может вам пригодится может вам какую-то там травку где-то посыпать надо или всякие там у вас идеи могут быть песок и прочее поэтому такая идея может вам пригодится и я буду делать теперь мне нужно развести можно если у вас есть кондитерский клей да пожалуйста воспользуйтесь кондитерским клеем я решила просто взять кусочек мастики вот этой же цветочной которую вы у меня могли смотреть видео если не смотрели посмотрите добавляем несколько капель воды я потом буду подливать и эту мастику я кусочками рву и сейчас я просто разотру немножко зубочисткой чтобы она мне начала растворяться там просто в этой мастике же у нас и сахар и смс поэтому но все работает как загуститель и такая будет густая масса очень не текучая но хорошо клеющая поэтому наш сахар классно к ней пристанет то есть я пришла к тому что растворенной мастикой клеить лучше но хранению она не подлежит поэтому лучше развести одну грамму личку аккуратненько потому что она плохо хранится даже в холодильнике я пробовала то есть даже через несколько дней у нее неприятный запах становится может из-за того что там белок как-то с водой реагирует понятия не в общем я такой вот увлажняю полосочку на которую я буду клеить свой желтый сахар и сейчас буду просто посыпать на эту полосочку сахар я ножиком тоненьким чтобы она у меня никуда не рассыпалась поэтому я аккуратненько просто на эту полосочку где-то чуть-чуть поджимаю где-то чуть-чуть подравниваю чтобы эта полосочка у меня была ровненькая и вот такой вот у меня я чуть-чуть сыпала и получается у меня вот такой вот уже лепесточек похожий на лепесток ириса на самые настоящие лепесток ириса так вот собственно мои лепесточки посмотрите вот они кажутся такими бугристыми действительно как будто там какая-то какая-то какой-то пушок и теперь я решила почему-то обвести свои кончики цветов синим красителем и просто вот так вот кисточкой подметающими движениями я кончики всех своих лепесточков обошла синим красителем на самом деле может лучше бы этого не делать не совсем реалистично получилось вышло как-то так не совсем заметно такой немножко объемности придают и теперь уже когда у нас все чуть-чуть подсохло можно в принципе собирать наши цветы но еще нужно сделать какой-то оттенок я хочу на своих голубых лепесточках сделать небольшой вот еле заметный оттенок зелено поэтому я взяла кукурузный крахмал капельку и смешала с зеленой пыльцой чтобы получился очень легкий цвет такой раз ну размытый не очень насыщенный и вот ним я протираю просто меня нету очень светлого цвета поэтому пришлось выходить таким образом и вот они и слегка и слегка вот зеленая можно вообще без этого то есть это абсолютно не принципиально вы видите это слегка и слегка вот она зеленцой пока покрыто и так поступаю я со всеми со всеми голубенькими лепесточками с той стороны которая у нас будет видно глазу с той стороны я такими подметающими движениями растираю слегка зеленю все я разрезаю свою тейп ленту напополам она у меня сантиметровая а если разрезать напополам с ней удобнее работать и на дольше и и хватит поэтому я разрезала ее напополам и сейчас буду скручивать цветочек первые три лепесточка это три вот этих маленьких я буду скручивать они у нас я не знаю как просто торчат в стороны они никуда ни вниз не опущены не вверх они просто у нас будут торчать вот так вот в стороны тейп ленту я слегка прижимаю растягиваю благодаря этому у нее там внутри прожил очках такие как клеящие вещества и потом она хорошо скрепляет и не будут шевелиться наши лепесточки и потом присоединяю собственно смотрите я по одному лепесточку присоединяю и буквально один-два оборота тейп ленты делаю чтобы хорошо закрепить данный лепесток если вам достаточно одного оборота делайте одним я на самом деле хоть убейте вот зимой не помню что находится у ириса внутри то есть какая у него там есть какая-то тычинка не тычинка в интернете они все я начала открывать они все какие-то сбоку сфотографированы то есть срединки нету я потом туда просто уже когда мне будет готовый цветочек и туда бусинку поставила я не вспомнила что там внутри есть такое вот эти штучки вы потом слегка приоткройте когда уже цветочек ваш будет готов вы откройте так как вам нужно то есть развернете эти лепесточки и степень открытости такой ну более зацвевший цветок или только расцветающий вы можете здесь контролировать так вот у нас три верхней готова поправляем вот смотрю мне не нравится что в срединке пусто но я не знаю как там должно быть и можно присоединять наши нижние лепесточки они хорошенько у нас загнуты вниз чем больше они загнуты вниз тем выше степень зацветания нашего ириса то есть если вы будете делать ветку то допустим как бы вас должны быть одни открытые они не открыты одни полу открытые и вот так вот прикручены я потом еще просто замесила немножко зеленой мастики и абсолютно произвольно вырезала длинные листья то есть у ириса у него просто длинные такие лепестки особо не текстурированы то есть я их вообще даже ничего не делала и я их в изогнутом виде положила тоже на вот это вот яичный лоток сушиться в изогнутом виде они у меня подсохли потом я их на веточку прикрутил то есть буквально я один лепесточек сюда на этот цветок у меня был не букет ничего у меня лежал один цветочек и я прикрутила один этот лепесточек много решила зелени не надо вот такой вот у меня этот ирис получился в следующий раз я наверное сделала вот эти фиолетовые лепесточки немножко пошире то есть голубые ставлю такого размера в следующий раз лучше я сделаю немножко пошире потому что мне кажется немножко пустовато место а вот собственно мой тортик который получился я вам уже про этот тортик показывала как я делала кружево к нему самодельное вот и вот сверху мой ирис вот такой вот получился то есть пожалуйста пробуйте на самом деле такой объемный цветок очень просто сделать вот я вам показала как если вдруг я что-то не успела что-то не так объяснила пожалуйста обращайтесь задавайте вопросы очень рада буду вашим отзывами и комментариям ставьте пальчики вверх с вами был кекс собственно и вот мой торт а всем пока пока